Друзья, добрый день! На связи Максим Петров, рад приветствовать вас на канале MaxCapital, на котором мы развиваем инвесторское мышление, говорим о том, куда инвестировать в эти непростые времена. Я напоминаю про подарки, которые мы дарим нашим подписчикам, забирайте их по ссылке под данным видео, оно в самом начале будет, поэтому берите и пользуйтесь. Сегодня хотелось бы поговорить про иррациональное поведение. Вообще, я называю то, что у любого человека, у которого есть капитал, у которого есть деньги, которые он собирается направить на инвестиции, которые он хочет сохранить, чтобы получить достойную жизнь на пенсии, которые он копит для того, чтобы дать лучшее мировое образование детям. И для такого человека, у кого такие большие, длинные, амбициозные цели, у него есть три основных врага. Первым врагом является инфляция. То есть, инфляция обеспечивает в долгосрочном периоде наши активы. Вторым врагом являются транзакционные издержки. То есть, какие издержки человек платит на то, чтобы размещать свой капитал, хранить свой капитал, защищать свой капитал, переводить свой капитал, платить налоги со своего капитала. Это вот транзакционные издержки, у которых тоже часто бывает очень разрушительный эффект. И третий эффект – это иррациональное поведение. Поведение, которое, если его рассматривать в неком историческом контексте, в фильме, читая документальную какую-то литературу, читая литературу воспоминаний, мемуаров. И ты на это все смотришь и говоришь, блин, ну глупость, ну очевидность, почему люди так действуют? Это же понятно, что так делать не нужно. Но при этом абсолютное большинство людей почему-то поступает ровно противоположно. Когда говорят о том, что зарабатывать достаточно легко, надо просто дешево покупать и дорого продавать, мы все это знаем, мы все это понимаем, мы все это осознаем. Но почему-то происходит так, что происходит с источностью наоборот. То есть, когда активы стоят очень дешево, в этот период покупателей вообще нет. Когда актив взлетает просто в небеса по своей цене, в этот период почему-то, как ни странно, оказывается самое большое число покупателей. Но давайте далеко за примерами ходить не будем. Цены на акции доткомов, пузырь доткомов в Соединенных Штатах Америки. Покупка доллара в обменных пунктах по 140-150 рублей за доллар, когда выстраивались целые очереди в 2022 году. Когда активы падали в цене там на 50-70%, вообще никто не хотел покупать. Это все признаки иррационального поведения людей, которые объясняются нашим лимбической системой, нашими эмоциями, нашим мозгом, который так устроен и так работает. И вот сегодня хотелось бы как раз уделить время вопросу иррационального поведения. Каким образом это происходит, как от этого можно защититься, как вы можете выработать механизм защиты. И предупрежу сразу, то есть понятно, что в формат Ютуба не предполагать, что я могу много уделить внимания. У нас был отдельный мастер-класс, на котором я говорил о том, каким образом обеспечить себе достойную старость, достойную жизнь, почему у нас разрушается пенсионная система, какая история была в пенсионной системе России, как она развивалась, почему она развивалась, с какими рисками опять-таки сталкивается инвестор. Очень много говорил про три признака. Три врага человека при создании капитала в долгосрочном периоде. То есть это был большой вебинар на три часа, он абсолютно бесплатный, если интересно, то мы его периодически повторяем. Хотите принять участие, ссылка тоже внизу под данным видео, обязательно проходите. Будет очень полезная цена. Посмотрите на себя сейчас, на свое будущее пенсионное обеспечение, какими рисками вы можете столкнуться. И самое главное, что лично я предлагаю для минимизации этих рисков. Ну а что ж, мы давайте будем двигаться и поговорим про иррациональное поведение в условиях неопределенности. Есть потрясающая книжка «Иррациональный оптимизм» Роберта Шиллера, в которой он как раз таки описывает, как устроен головной мозг. То есть когда происходит определенное событие, позитивное подтверждение, я купил недвижимость, недвижимость выросла в цене. Отлично, я еще куплю недвижимость, недвижимость еще выросла в цене. И суть в том, что это происходит не у одного индивида, а это происходит в целом сообществе. И разговоры, информационные поводы, энергетика всего происходит, исходя из того, что я купил, оно выросло, и я купил еще. Но при этом каждый индивид что-то купил раньше, кто-то debating позже, получается некая такая линейная т.е. один за другим идет идет один за другим. И складывается ощущение, что недвижимость будет расти вечно. Но я ее как не куплю — она вырастет. Я как не куплю — она вырастет. Я как не куплю — она вырастет. И любой человек, который будет говорить, дружище, ты понимаешь, что ты покупаешь недвижимость уже по такой цене, что она у тебя окупаться будет 50 лет. 50 лет будет окупаться. Ну что значит оккупация в 50 лет? При прочих равных условиях, вот то количество денег, которое стоит сейчас эта недвижимость, этого количества денег достаточно для того, чтобы эту недвижимость 50 лет арендовать. Вот ты сам веришь в то, что ты именно в этой однокомнатной квартире проживешь 50 лет, или именно в этой двушке проживешь 50 лет, ты в этом уверен или нет? Я не уверен, но недвижимость растет всегда, пофиг, кто-то же ее покупает, государство нас не бросит, застройщики себе в убыток продавать не будут, денег уже не хватает, располагаемого дохода на покупку не хватает, и такое зависание, некая плата такая, то есть это вот как снаряд выпущенный в небо, то есть он на инерции как бы летит-летит-летит-летит-летит, потом импульс соответственно у него теряется, и он какое-то время вот зависает вот так вот, и после чего он как бы начинает разворачиваться и с ускорением набирать скорость. Это вот именно иррациональный оптимизм так действует, он действует во многих вещах, то есть у Шиллера это на примере фондового рынка, рынка доткомов, на примере рынка недвижимости Соединенных Штатов Америки перед 2007 годом, он соответственно рассказывает и показывает каким образом это устроено, то есть как вот этот рациональный оптимизм устроен. Мало того, когда происходят непредвиденные события, страшные события, те же самые черные лебеди, мы наблюдаем факт, связанный с тем, что в этом случае иррациональность тоже очень сильно вырастает. Из разряда санкций наложили в отношении России, сейчас доллар улетит в космос, купить его невозможно, повышают комиссии, то есть купить невозможно, держать нигде невозможно, но тем не менее люди все равно бегут в обменники, при рыночном курсе 120 покупают его по 140, ну покупали по 140, выгребают полностью банкоматы. И я к чему говорю про иррациональность, я говорю к тому, что вот эти вот эмоциональные вещи человеками не управляют, ну то есть в этот период просто нужно там попытаться вернуться сейчас в этот период, посмотреть на самого себя, у тебя есть лежат, я не знаю, в тумбочке доллара, который ты купил по 140, вот просто вернись в этот период и подумай, а что тебе вот привело к тому, что ты пошел и по 140 купил, что ты собирался с этими долларами делать, что они сейчас тебе обеспечивают, ну то есть какую функцию они выполняют, да, это вот ответ на вопрос зачем, зачем ты это делаешь, финансовая безопасность, если придется ехать, у меня будут наличные рубли, там я за границей ничего не сделаю, что тебе, дорогой, мешало не в цейкноте, не расталкивая локтями там других людей, таких же иррационально себя ведущих в обменнике, чтобы купить, да, что тебе мешало его там купить по курсу 75, 80, 82 еще, когда в принципе было движение, что тебе мешало, ну то есть любая сделка, любая сделка это всегда две стороны, то есть невозможно провести сделку в отсутствие контрагента, то есть если ты покупаешь значит у тебя есть продавец, если ты продаешь значит у тебя есть покупатель, то есть если ты покупал по 140 и вел себя иррационально, то кто-то вел себя рационально, да, кто-то тебе по 140 продавал, и в чем иррациональность выражается, иррациональность выражается в том, что условно доллар, как это было там в 22 году, то есть рыночный курс доллара там 115-120, при этом в банке, в банке его продают по 140, а покупают там по 80, банк не дает возможность человеку действующему рационально заработать, потому что когда у меня на руках есть доллары, ну то есть условно я отношу себя к людям действующим рационально, то есть я говорю, у меня доллары были раньше, я их купил там по 75, по 72 со средней ценой, да, и я готов их по 140 продать, но дело в том, что в обменнике они стоят 140, но у меня я по 140 продать не могу, если я со своими долларами приду в обменник, обойду длинную-предлинную очередь, которая стоит на покупку, и единственный такой, как дурачок, зайду в обменник, скажу, ребят, а у меня доллары есть, я хочу продать, у вас вам, вы продаете, всем по 140, купите у меня по 135, скажешь, не, мы у тебя не по 135, мы у тебя по 80-85 купим, ну ладно, 89 так и быть. Я понимаю, что банк, банковская система мне в этом случае заработать не дает, то есть мне нужны какие-то альтернативы, я эти альтернативы нахожу в какой-то степени, понимая, что может быть риск, связанный с тем, что импортные товары будут стоить дорого, то в этом случае я прихожу к продавцу товаров, ну это должен быть частный продавец, естественно, на магазине никто этого не сделает, и говорю, я тебе заплачу наличными долларами, ну вот смотри, курс 120, ты товар покупаешь за доллары, то есть, если ты сейчас будешь покупать доллары для закупки этого же самого товара, чтобы привезти сюда, понятно, что у тебя валютных рисков нет, все затраты ты переложишь на потребителя, то есть, ты доллары купишь в банке по 140, курс 120, я тебе готов отдать там по 130, я не жадный, и тогда я свои доллары продал по 130, но в этом оказались выигрыши все, да, то есть я, да, у меня товар появился какой-то импортный, который может быть в дальнейшем будет стоить дороже, и не потому что курс доллара упал до 55-65 или как сейчас 75, а потому что логистические цепочки увеличились, ну а таким образом часть долларов смог монетизировать, вот в рамках этой иррациональности. Второе, банки, Сбербанк отчитался за четвертый квартал 22 года, и все у него там хорошо по финансовым показателям, по операционной марже, да, несмотря на то, что ему много средств нужно было выделить, попал под санкции, заблокировали свифт, риски, да, риски связанные с тем, что ему нужно там декапитализировать, возможно, будут неплатежи по кредитам у кого-то, то есть ему очень много средств понадобилось для того, чтобы финансовую устойчивость поддержать свою. Но при этом Сбербанк не пошел в ЦБ, он не пошел к государству, не запросил никакой декапитализации, не выпустил дополнительную эмиссию, он собственными деньгами, собственной прибылью покрыл все риски и еще вышел на условно в ноль, да, то есть не сказать, что прям заработал, но с этим совсем справился. Почему? Да потому что он как бы по 85 покупал и тут же эти же доллары, а приходов у себя в кассе продавал там по 140, 145. И тогда получается, в этом случае, если мы смотрим и стараемся поступить рационально, смотрим кто оказывается в выгоде, понимаем, что в каждой сделке есть контрагент. Просто, как правило, толпа бежит и толпу ее видно, потому что толпа бежит со слезами, толпа бежит со слюнями, она расталкивает всех локтями, да, то есть, ну все, клиент уезжает, гипс снимают, да, это все, это трындец, это ахтунг, да. И в этом случае хорошие активы скидываются с дисконтами, да, то есть, заберите машину, я срочно уезжаю из России, да, это может быть хорошая машина. То есть, есть некое такое иррациональное поведение, и в этом случае все равно есть кто-то спокойный на противоположной стороне, который тоже боится, но говорит, ну а что, если все не так страшно, как есть на самом деле. И вопрос ребалансировки, ну то есть, я неоднократно про это говорил, что вопрос нейтрализации иррациональных действий, которые происходят в неблагоприятных ситуациях, возможен исключительно за счет диверсификации портфеля и ребалансировки, когда у тебя есть и доллары, у тебя есть драгоценные металлы, у тебя есть иностранные акции, у тебя есть рублевые акции, есть акции роста, есть дивидендные акции, есть облигации, и ты для них определил свой собственный вес, потому что в период иррациональности делаются очень большие деньги, но из-за того, что люди выступают в противоход, потому что они продают, когда надо покупать, акции распродавали, с дисконтом 40% надо было покупать, единицы покупали, и продают, давать надо доллары по 120, когда все их непосредственно покупают, как оголтелые, но ты не можешь этого сделать, потому что когда у тебя доллары на руках, и ты понимаешь, что ты их можешь по 120, по 140 продать наличные. У тебя возникает вопрос, блин, ну все же бегут, покупают, ну зачем мне продавать, ну а он же всем нужен, ну зачем мне продавать, а он может завтра 200 будет, Диму рассказал. И в этом случае, если у тебя только доллары, то тебе сложно сделать. Когда у тебя есть диверсификация, ты понимаешь, что здесь ты условно, у тебя скачок на 100%, и при прочих равных условиях, чтобы получить доходность 100% в рублях, тебе с доходностью 20% годовых, там 3-4 года нужно ждать этого момента. А это в моменте произошло. Не жадничай, возьми вот эту вот разницу, там часть прибыли продай, и купи упавшие в 2 раза акции, потому что они все равно у тебя отрастут. Ты здесь 100% взял, и пускай у тебя еще на восстановление рынка акций уйдет, ну еще там 3 года. Итого ты получается за 3 года сделаешь там 200% спокойно. Тебе ни хайпа не нужна, ни крипта не нужна, да, то есть ты спокойно непосредственно это сделаешь. Поэтому нейтрализация негативного эффекта иррационального поведения в условиях кризиса, возможно за счет диверсификации, определение долей активов, сколько у тебя в портфеле и, соответственно, ребалансировкой. Ребалансировкой стандартной, она может производиться раз в квартал, если видим, что какое-то прям иррациональное поведение, то есть все кинулись в обменники, да, но в этот момент тоже можно частично это сделать. Друзья, сегодня на этом все. Надеюсь видео было полезно, видео было нужным, оставьте свои комментарии под видео, да, что вы считаете полезным было в данном видео лично для вас, какие лично вы совершали иррациональные действия, когда, что послужило причиной и как бы вы сейчас сделали, что бы вы сейчас сделали по-другому, чтобы минимизировать это свое иррациональное поведение. У меня сегодня на этом все, на связи был Максим Петров, пока-пока.